Сегодня я хотел бы поговорить о фильме «Не смотрите наверх». Это знаменитый прославленный фильм, американский, 21-го года, который, конечно, в первую очередь впечатляет, заранее впечатляет своим шикарнейшим актерским ансамблем. Много есть фильмов, где снимаются самые разные маститы, всемирно известные артисты, но, пожалуй, вот этот актерский ансамбль, он наверняка входит в число каких-то, может быть, даже лидеров. Не просто по количеству мимолетных появлений порой бывает, что какой-то знаменитый артист играет совсем уж крохотную роль, такую незначительную для сюжета. А здесь, что не звезда, то действительно с какой-то такой ролью, ну, конечно же, в первую очередь Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, с которых сюжет начинается и которые являются основой, опорой всего сюжета этой картины. Ну и, конечно, и Мэриус Стрип и даже относительно небольшой роли Джона Хью, но очень выразительной, которую вот играет сыночка Мэриус Стрип, тогда как Мэриус Стрип играет президента Соединенных Штатов Америки, немного, немало, да, или замечательный совершенно Марк Рейнольдс, который вот после ряда своих таких серьезных ролей, вот, в частности, роли, отмеченные Оскаром в шпионском мосте, он здесь появляется абсолютно в роли такого абсолютно карикатурного Стива Джобса, и не без издевки, ну, Стива Джобса условного, да, такого гения-изобретателя, может быть, это как раз не Стив Джобса, а наоборот, Илон Маск, а вот, ну, просто, скорее, Рейнольдс похож больше на Стива Джобса, чем на Маска, но в любом случае такого вот, скажем так, амбициозного гения, который, в общем, вовсе не готов отвечать за все слова, за все свои действия, по Тимоти Шаламе, которого мы долго ждем, и который далеко не сразу появляется, и появляется, ну, ближе уже, собственно, к финалу, тоже в очередной своей, как вот, такой романтической роли, или совершенно превосходная Кейт Бланшет, которая, вроде, роль которой, ну, действительно, совсем такая вот, как бы, небольшая, но настолько вот она прекрасно с юмором и, такой, как бы, игривостью даже сыграна, или вплоть до певицы Арианы Гранде, которая, по сути, здесь играет вот сама себя, поп-певицу, которая даже поет вот сочиненную специально для фильма, под его сюжет песню, ну, тоже, как бы, вовлечена уже в некое, как бы, в игровое пространство. Ну, в общем, то есть, конечно, что не персонаж, что, действительно, очень крупная звезда, и наблюдать за этим созвездием необычайно приятно, хотя, конечно, да, порой эта картина производит такое впечатление, но, скажем так, не то, что удручающее или неприятное, а она все-таки, вот, при всей, как бы, вот, зрительской направленности этих актеров, это звезды, безусловно, зрительского кино, на которых всегда приятно вот смотреть и ими любоваться, но, конечно, это такая она, фильм, является собой неприятную все-таки сатиру на сегодняшние события, и он как раз пугает тем, какой-то своей неприходящей актуальностью, непроходящей, да, то есть вот, да, картина вроде бы она совсем и недавняя есть, почему бы ей устаревать, всего лишь она в 21-го года, она вышла вот в конце 21-го года, вот, совсем немного нас от нее отделяет, но мне кажется, что вот по своей проблематике, это фильм, который, ну, смогут назвать его актуальным, и люди, ну, даже следующих поколений, потому что он цепляет в своей сердцевине вот, как бы, одну из таких ключевых проблем, наверное, всего человеческого общества, как бы, нежелание замечать, ну, как бы, ну, чего-то действительно назревшего, гнетущего, а какой-то, ну, действительно большой социальной беды, и если замечать эту беду, то только в самый последний момент, когда уже либо поздно что-либо делать, либо уже гораздо труднее с этим бороться, и вот, конечно, вот эта такая, в какой-то мере даже злоба, с которой вот авторы фильма вот эту свою линию ведут, вот этот свой сюжет, она порой даже, как бы, ну, не то чтобы, ну, изумляет, она даже, скорее, пугает, и она как-то, ну, ты понимаешь, что тебе давит на больное место, что тебе, да, ты вроде бы, с одной стороны, хихоньки-хахоньки, но и вот там Ди Каприо что-то изображает, и Марио Стрип такая играет, ну, небольшую такую идиотинку президента, ну, такой сатированного в политические реалии Америки, но, с другой стороны, ты понимаешь, что да, что вроде бы история про вот эту Америку, а, с другой стороны, точно так же она обращена и в нашу сторону, и точно так же, и мы не замечаем вот, как бы, этого, что называется, слона в комнате. Здесь герои картины, они не замечают комету, комету, которая несется на Землю какой-то вот своей огромной космической скоростью, и кажется, что вот она еще, есть ли она вообще, когда она там будет, хотя с самого начала, вот, а герой, астронавт, не астронавт, а астрономы, которые ее обнаружили, увидели еще задолго на подлете, они сразу рассчитали и говорят, вот, траектория она не вот такая, комета не сможет сбиться с пути, просто исходя из каких-то чисто вот математических расчетов, время прибытия такое-то, а она нас убьет. И при всей вот, как бы, научной, математической доказанности вот этого события, поначалу их открытие, оно воспринимается именно как, ну, пришли какие-то придурки, что-то там нам говорят о конце мира, на ха-ха-ха, мы сколько раз это слышали, давайте лучше мы посмотрим там что-то там, со звездами кто-то разводится, кто-то сходится, где-то там что-то еще происходит. Это ведь гораздо интереснее, чем думать о том, что, вот, о том, что убьет все человечество. Зачем вот, как бы, зачем заранее переживать, пока мы еще живы. И, конечно, вот это ведь, ну, понятно, что в данном случае в этом фильме эта комета выступает, ну, как бы, аллегорией или, как сейчас, метафорой, вот, чего угодно, ведь человечество так порой себя и ведет, не обращая внимания на какую-то безусловную опасность. И вот этот лозунг, значит, вынесенный в название картины, он же, это лозунг вот целой компании, развернутой вот в ходе этого сюжета, в ходе этого фильма. Вы не смотрите наверх, не важно там, что вся эта комета, она прям, вот, как бы, она уже видна невооруженным взглядом, она уже огромная, не просто звездочка в небе, она уже прям огромная такая, клякса, огромное пятно в небе. И, конечно, если вы посмотрите наверх, вы своими глазами увидите то, что вот она на нас надвигается, а лозунг этой компании, он говорит, а вы не смотрите наверх, вы просто не обращайте внимания. Если вы туда не посмотрите, значит, этого, наверное, не существует. И, конечно, вот этот принцип, он применим ведь, ну, вот, ко всему, и к событиям вот нашего последнего времени. А вы просто не смотрите, что где-то там идет война. Как будто ее и нету. Не принимайте ее во внимание, и вам ничего не будет. Вот, и ничего вам не прилетит. И просто, ну, просто заройте голову в песок, да, и вот живите дальше. Вот, а то, ну, только единственное, что когда оказывается, что действительно герой правый, и никто не спас, и все попытки как-то, ну, исправить эту ситуацию, вот как-то повлиять на развитие, они потерпели крах, и действительно вот сейчас, как бы, остались считанные часы, до момента, когда комета реально врежется в землю, ну, а уже, а что ты уже сделаешь? И вот только тогда, ну, да, тогда как бы, какую-нибудь спеть последнюю песню, и встретиться со своими близкими, чтобы или в одиночку напиться в баре, если таких близких у тебя нету. И все шансы, все возможности профуканы. Профуканы на, ну, да, здесь, конечно, упор на то, что они профуканы политиками, и жадными до наживы бизнесменами. Вот этот герой Рейнольдса, или Райленса, по-разному, фамилию произносит, вот он играет этого ученого, который уже останавливает просто вылетевшую ракету, которая была, вылетела именно с попыткой вот эту комету разрушить, я, ну, ядерную там, какими-то взрывами, на подлете. А в последний момент, когда эта ракета уже вот взлетела и летит, по направлению она вынуждена была, как бы, вернуться на Землю, потому что было решено, что, а мы там, лучше нам не надо сбивать эту комету, давайте мы ее, как бы, в общем, разделим на части, пусть кусочки эти попадают в океан, а мы потом их все выловим, потому что там огромное количество полезных ископаемых, и мы на этом просто, на этой комете просто обогатимся, и сэкономим, и заработаем, и не ведь что, и все будут в шоколаде. Ну, да, то есть, как бы, вроде бы мысливо понятная, но только она совершенно не проработанная, и весь план вот этой, как бы, операций по разделению этой кометы, он терпит крах, и вот, будучи не проработанным совершенно, а таким самонадеянным, амбициозным, и лишенным какой-то такой, ну, подлинной экспертизы, да, научной, как бы, и технологической, инженерной, и так далее. И когда он проваливается, и когда становится ясно, что да, ты не смог заработать, ну, а что тебе еще остается делать? Только валить с этой планеты, и никак иначе уже. Вот, а, и вот действительно о том, что порой спасение, спасение, может быть, оно возможно, но оно пресекается вот руками этих властьимущих, и денежных мешков, и которые ставят какое-то свои устремления выше, ну, просто выше, как бы, судьбы всего человечества. И в этом отношении, конечно, вот эта картина, она выбивается из ряда вот каких-то таких обычных комедий, обычных, вот, просто рядовых фильмов со звездами, даже с большим количеством звезд, потому что она обращена вот не, ну, не к каким-то таким нашим рецепторам получения удовольствия, она обращена вот к нашему вот такому мозгу, скажем так, в котором вот есть некий такой участок опасности. Она вот в этот, целится в этот участок, и как бы вот всем своим существом вот всей своей продолжительностью, чуть ли не каждым кадром говорит, ребята, да, мы немножко иносказательно говорим про эту ракету, но, в общем-то, ракета на самом деле летит в нас прямо сейчас. И она может лететь в совершенно в разном виде. Для американцев, конечно, в данном случае очевидно, что это такая была ракета летела в образе этого Дональда Трампа, и все это и опасности для демократии, которую он представляет. Это там считалось, там есть многочисленные фильмы на это намеки, вот такой вот трампизм, вот этот, как раз не смотрите наверх, да, то есть это не суть важна, как бы. Я не могу сказать, что Марио Стрип играет именно карикатуру над Дональда Трампа, это там уже можно отдельно как-то разбирать, но в любом случае по духу своему это есть ощущение, что это такая антитрампистская картина, но а в любой другой стране сколько таких комет можно набрать, ну уж не говоря, конечно, про Россию. В этом отношении этот фильм, конечно, все-таки действительно он такой, но непростой, да, он вроде заигрывается зрителям, но это не сказать, что это прямо такая безупречная зрительская картина, потому что она вот с таким изъяном, зрители не всегда любят, когда им этот изъян предлагают, когда их заставляют подумать и сделать какие-то выводы, и при том, что, конечно, картина получила профессиональное признание, у нее было четыре номинации как на премию Американской Киноакадемии, так четыре номинации на премию Британской Киноакадемии, но причем номинации именно и в разряде за лучший фильм года, но при этом вот каких-то, наверное, серьезных призов ленты не получила, проиграв вот в конкуренции с другими, это может быть как раз и закономерно, потому что она вот, ну, она слишком, может быть, даже через чур злободневно, это порой злободневность, она ее многих останавливает, ну, я имею в виду многих каких-то таких академиков, которые голосуют в итоге за картины, ну, выбирая лучших из лучших, вот, ну, и вот в данном случае, конечно, очень интересно и примечательно фигура вот создателя картины, режиссера Адама Маккея, это вообще один такой, как бы, можно сказать, кейс, пример вот такого режиссера, сумевшего замечательным образом перевернуть свою карьеру, потому что он прославился, ну, вот, как бы, заявил о себе довольно такими, ну, не сказать, чтобы прямо умными комедиями, в которых блистал такой актер Уилл Феррел, наверное, замечательный сам по себе актер, ну, прославившийся именно такими образами, ну, таких глуповатых людей, вот, и не блещущих, в общем, никаким интеллектом, и, конечно, вот, ну, если вы помните Уилла Феррел, сейчас последние годы, он, кажется, гораздо реже стал сниматься, но вот, то есть, его картины с его участием, вот, в частности, вот, созданной Адамом Маккеем, ну, вроде, это, конечно, не самые были такие пустые комедии, и, вроде, там, они не отличались каким-то туалетным юмором, но, все равно, в общем-то, такая была, ну, глупость, как бы, да, что телеведущие, или Рикки Бобби, король дороги, уже само по себе название, как бы такое, ну, навевающее определенные мысли, или вот фильм, который у нас получил название Копы в глубоком запасе, ну, и так далее, и так далее, то есть, в общем, Адам Маккей снимал, ну, скажем так, непритязательную комедию, которую, которую, можно сказать, обрезговали многие интеллектуалы, ну, вы же, что там говорить, да, и вдруг, неожиданно, в 2015 году, выходит его игра на понижение, которая, сразу оказывается, ну, в числе главных фильмов года, и многие ее всерьез рассматривали, как будущего победителя на Оскаре, в итоге он на Оскаре не победил, а получил только приз за сценарий, но, каково вообще, каков переворот, то есть, режиссер, ну, он же и сценарист своих картин, и вдруг он, вот так невероятным образом перекраивает свою карьеру, рассказывая нам, о финансовом кризисе, о мировом финансовом кризисе, который вот накрыл всю планету, и он не просто рассказывает о нем, а он пытается понять его истоки, а как же так произошло, и он вот в такой сатирической, такой едкой манере, нам вот как бы рассказывает, вот, экономические составляющие, причины, приведшие вот к этой, как бы, к этому коллапсу, к этому обрушению мировой экономики, в общем, такая амбициозная задача, с которой, в общем, кто бы мог справиться, и оказалось, что вот, вот он с его таким сатирическим таким взглядом, вот эту необыкновенно сложную задачу, ну вот как бы, и поставил перед собой, и выполнил ее. А со следующей своей картины, власть, он перешел уже в область политики, и такой именно большой политики, вошел как бы в Белый дом, и как бы попробовал эту власть, как бы тоже, как и разобрать на составляющие, ну, то есть, очень необычайный такой, как бы, поворот, именно творческий для, ну, для уже вроде бы состоявшегося автора, вот, было вот, вроде бы, воспринимали вот с одной стороны, а вдруг оказалось, что это режиссер с совершенно вот иными, гораздо большими амбициями, чем казалось до этого, и вот попав вот в прицел, Оскара вот один раз, конечно, теперь он попадает в этот прицел и дальше, с каждой вот своей новой картины, вот, как и в случае с ней, смотрите наверх, то есть, вот, и поэтому-то и с ним и хотят работать, большие звезды, потому, потому что вот оказалось, что ему есть, что им предложить, в этом отношении, Адам Маккей, конечно, один из таких, одна из ключевых таких фигур, нынешнего времени, которая вот смогла, головокружить, прекрасным образом изменить свою карьеру, и, конечно, пример для заслуживающего уважения, пример для очень многих. Ну и вот, не смотрите наверх, это, наверное, его может быть, ну, такой, пик на данный момент, пик его творческой карьеры, вот, действительно, картина предупреждения, в какой-то мере, картина, лишенная хэппи-энда, вот, вот, но, как бы, предусматривающая, все-таки, возможность этого хэппи-энда для нас, для зрителей, если все-таки мы призадумаемся, если мы отринем вот этот призыв, вынесенный в название, и все-таки посмотрим наверх, на ту самую комету, которая на нас сейчас несется. все-таки, 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 Продолжение следует...